так 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 здравствуйте друзья мои так сейчас настрою камеру немножечко прям немножечко я опоздала сегодня с эфиром потому что перезагружала технику так бывает если вы собираетесь быть активным в соцсетях вы тоже должны учитывать это и знать что техника есть техника иногда может заглючить все что угодно и это совершенно не зависит даже от качества или стоимость или марки ваших устройств потому что я была на многих онлайн мероприятиях даже большие корпорации у них иногда случались бои и висли программы такое бывает да и те кто работает по скайпу тоже знают что да бывает что связь прерывается по разным причинам и так сегодня у нас прямой эфир так как уже времени нас семь минут обычно в начале прямого эфира я рекомендую как следует делать немножко подождать не начинать основную тему чтобы успели собраться участники чтобы успели прийти те кто собирался прийти потому что иногда люди не сразу успевают не сразу находят кнопку ссылку на наш прямой эфир поэтому давайте дадим время для того чтобы пришли все те кто хотел так как здесь будут те кто смотрит этот эфир в записи потому что все эфир записывает фейсбук и я их конечно же оставляю для работы любой прямой эфир можно посмотреть будет в записи кто тут пришел приветствую друзья говорю о том что мы начинаем да если вы будете смотреть записи и для тех кто меня не знает меня зовут ольга сирота я психолог и вот на этой странице и серии тематика данных вебинаров о под общим названием современный психолог в интернете сама я практически всю свою деятельность веду онлайн и все мои клиенты и все моя работа приходит через соцсети я можно так сказать специалист по продвижению в соцсетях и я в этом могу помочь коллегам еще плюс том что я я никакой не маркетолог а я тоже также не умею продавать как большинство гуманитариев я совершенно технически не образована и как раз вот эти вот все минусы позволили мне активизировать в соцсетях потому что здесь очень удобно особенно для гуманитария есть возможность предъявить свою экспертность есть возможность писать получать обратную связь то есть вся моя тематика о продвижении психологов в соцсетях просто без всяких сайтов без всяких воронок продаж напрямую к людям через контент через свою экспертность и сейчас идет второй марафон который называется соцсети за 30 дней это обучающая группа именно для психологов но в которой мы за 30 дней выполняем задание изучаем все соцсети но не столько с технической стороны сколько с сколько с практической там не нужно больших знаний по технике важно понять алгоритм как работают соцсети что вам лично делать как психологу в соцсетях для того чтобы повысить узнаваемость и сегодняшняя как раз тема у нас называется личный бренд психолога в соцсетях да если вы видели анонс а там была фотография чебурашки потому что все мы помним эту песенку из мультфильма как там был я раньше странно игрушка безымянный менял день рождения никто не приглашал личный бренд это имя всего-навсего и если у вас нет имени а мы говорим о продвижении в соцсетях если у вас здесь нет имени то естественно никакую узнаваемость вы повысить не сможете грубо говоря никто вас не найдет ни ваши потенциальные клиенты не какие-то заинтересованные в продвижении вас люди то есть чтобы вас нашли нужно слезть с печки где вы ждете когда вас найдут как невеста нужно слезть с печки что-то предпринять то что напомню есть такие популярные мифы среди психологов их три один из них это то что сарафан и радио всему голова да и так чаще говорят психологи которые просто боятся от странства и сидят и ждут сарафанным радио на самом деле сарафанным радио это прошлый век да она работает она замечательно работает но если раньше передавали специалистов из рук руки так это было от дефицита специалистов да сейчас человек есть выбор если вам раньше рекомендовали там стоматолога и того же психолога или какого-то там мастера как в кино да там какого-то этого маклера то у вас не было выбора кого предложили с тем и вы остались сейчас человек есть выбор большой огромный выбор любого специалиста мало того психолога человек может выбрать только в своем городе а в любой стране мира да и поэтому сарафанное радио которое приносит клиентов но не в таком количестве и не таких разных да по запросам и по тематике какие дают онлайн пространство поэтому сарафанное радио это на сегодняшний день не все и человек когда он ищет психолога он просто открывает интернет найдет он вас там или нет это уже ваша задача так вот личный бренд что же это такое мои коллеги даже может быть опасаются от этого слова личный бренд или персональный бренд до мои коллеги как я мы так скажем рефлексирующие интеллигенты мы много думаем и мало делаем потому что есть повышенной рефлексии дам что анализируем анализируем вместо того чтобы делать шаг и активно что-то предпринимать мы отправляемся на личную терапию еще там зависаем на полгода пытаясь что-то проработать так вот личный бренд это нет ничего страшного в этом слове да как я уже сказал это просто имя насколько вы готовы предъявить вот это свое имя да потому что выход в интернет это выход на многомиллионную аудиторию то есть ваша задача который может пугать до ваша задача выйти сказать здравствуйте меня зовут только сирота я психолог и я тут собираюсь сейчас развивать бурную деятельность а и вот мои компетенции это может пугать пугать потому что обратная связь она не всегда приятная может быть да мы здесь можем столкнуться с критикой да и даже с хамством и мы можем столкнуться с неприятием и предыдущий мой эфир как раз назывался тролли хамы халявщики в соцсетях что делать психологу да то есть можете посмотреть предыдущий эфир или как раз сегодня я выложила статью на б-17 она также и называется что же делать с троллями потому что страшно да вы готовитесь вы и так-то боитесь потому что это сложно вот вы выходите но не встречаете поддержки а встречаете может быть наоборот какое-то отвержение но то есть вы либо двигаетесь либо остаетесь на своей печке потому что зона роста она же зона риска я также свое время боялась но на самом деле когда вы понимаете что нужно делать и как у вас появляется уверенность и и смотрите есть еще такая такое больное место у моих коллег я постоянно об этом говорю чек когда он приходит в интернет или когда он слышит или собирается заниматься продвижением в соцсетях все его продвижение в соцсетях все представление об этом почему-то сужено в точке раскручивания группы вконтакте все то есть большинство психологов вот с кем я работаю да кто и даже в группах участвует или в индивидуальных консультациях они сразу пытаются продвигать группу в контакте почему это какая-то фантастика может быть свое время вы пришли в контакт там остались это тоже зона комфорта да вы там привыкли вам там удобно и и вы ничего другого не признаете но мир тем более онлайн мир он далеко ушел вообще от контакта и вконтакте это не самая продвинутая соцсеть и не самое такое место которое дает хорошую обратную связь или большой поток клиентов нет забудьте вы уже о своих группах в соцсетях потому что вы пытаетесь продвигать группы в соцсетях совершенно не понимая зачем вам это нужно куда вы идете совершенно не наполнены группы то есть это какой-то хаос это единственное на чем вот сконцентрированные большинство коллег продвижение соцсетях это вообще не про группы в контакте да и про это тоже но это когда включено в общую сетку так вот основная идея я прошу вас и запомнить основная идея не в том чтобы продвигать группу вконтакте или где бы то ни было группу основная идея продвигать себя свое имя то есть если я ольга сирота да и если я как это широко известно в узких кругах хотя бы да то в контакте ли я буду в фейсбуке ли я буду в инстаграме или даже в одноклассниках на ютюбе то есть везде люди будут узнавать меня понимаете как они должны узнать о вас по группе вконтакте да это заход немножко с другой стороны с неправильной стороны ваша задача рассказать о себе до предъявить вот это вот свое имя свою личность в мир да что может вас пугать конечно же да основная задача не группы вконтакте и вообще чего вы продвигаете себя свое имя и со временем когда вы будете действовать грамотно и правильно то здесь есть два подхода они могут быть параллельны то есть чтобы продвигать свое имя вы даете информацию вы рассказываете да профессиональную информацию даете своей целевой аудитории да то есть это тем людям которые заинтересованы в ваших услугах вашей информации да то есть это люди которые должна должны понять кто вы вы даете информацию вы рассказываете о себе своей целевой аудитории они хотят понять кто вы да ага вон вижу они привет да и второй второй взгляд наоборот да у целевой аудитории то есть целевая аудитория смотрит на вас и она видит психолога который на который что а вот приходит человек он видит вас вы кто это есть да это есть имя это есть личный бренд то есть первое это вы озвучиваете своим то есть грубо говоря вы выходите на площадь ага привет полина вы выходите на площадь и говорите я ольга сирота я психолог да там я помогаю там допустим я эксперт по женскому счастью и красоте да то есть вы говорите своей целевой аудитории кто вы такой и второе это целевая аудитория это те люди на площади которые смотрят на меня и пытаются понять кто я то есть я психолог который да то есть я женский психолог который там вот специализируется на чем-то да то есть все что вам нужно а где группа ли это вконтакте то есть там нельзя страниц фейсбук еще что то это вторично книги ваши да там в будущем или еще или в прошлом да то есть это как раз и есть инструменты вашего имени продвижение никак не от обратного то есть рассказываете вы о себе лично рассказываете о своем имени и она уже как вы держите его как флаг да кстати вот то что написано на флаге это так называемые elevator speech или код профессиональный но об этом другой раз такой отличный бренд это комплекс личный бренд его из такое понятие простраивать личный бренд то есть его не придумывают вы не садитесь не думаете я стану психологом который такой веселый и позитивный а на самом деле нет на самом деле вы сдержанный да и например стиль вашего письма достаточно ровный никак без без всякого позитива то есть вы не придумываете себе какой-то дополнительный имидж а личный бренд он строится именно на том что у вас есть наоборот эти качества к сильные которые у вас есть их имеет смысл укрепить их имеет смысл во-первых найти до обнаружить осознать с ними работать их укреплять куда у каждого человека есть сильные стороны и даже если мы говорим просто о продвижении в соцсетях кто-то лучше пишет кто-то умеет хорошо фотографировать да кто-то может писать коротко и очень ярко или там с юмором да кто-то может свои там посты сопровождать какими-то образами даже может быть рисованными или описывать так да да у кого-то лучше получается видео да то есть это ваши сильные стороны которые лучше усиливать вот у меня был пост о том как раз задавал вопрос что лучше сделать осваивать навыки которых у вас нет или прокачивать укреплять там талант и способности которые у вас есть да вот пример если вы пишете хорошо то на сегодняшний день написание постов это отдельная тема да и написание постов в соцсетях очень отличается от научных статей и даже наукообразных статей да то есть вы можете прокачивать свои навыки и способности к талант и к письму это будет лучше это быстрее усилит и быстрее вас продвинет у вас будет изюм а у вас будет особенность по которой будут узнавать вас да и эта особенность будет включена ваш личный бренд до без ложной скромности я скажу что лично я пишу хорошо но последний год я это нам постоянно прокачиваю да и люди мои подписчики читатель клиенты они значит я хорошо пишу и они приходят на мою страницу чтобы почитать на есть мои коллеги которые снимают ролики им легче и проще говорить да они хорошо они умеют эти ролики монтировать то есть им не нужна какая-то дополнительная задача они например на канале youtube выкладывать свои ролики таким образом продвигают и люди приходят на них смотреть до смотреть и слушать то есть ваши вот про что я говорю усиливать если я могу писать то я усиливаю вот это качество да если снимать ролики я тоже люблю но изучать вот этот там монтировать как их да еще что-то с ними делать мне сейчас это не так интересно и я понимаю что это отнимет у меня много времени если вы не не любите или вам кажется вы не умеете писать или может быть на самом деле вы не умеете писать дату вам лучше диты прокачивать то что у вас получается хорошо да не стараться может быть не вкладывается силы на изучение чего-то нового и ваш личный бренд его целая вот эта история этот комплекс будут включать себя то что вы например хорошо ведете там видео программы или у вас там канал на youtube можно посмотреть такие тематические ролики и то есть вы ничего не придумываете вы такой как есть вы высвечиваете свои лучшие так скажем выгодные качества можно сказать что личный бренд это лупа мы берем свои какие-то способности качества там и личностные профессиональные на которых на которые мы направляем вот этот фонарь да потому что есть страх я знаю коллег я не могу выкладывать в соцсети да там истории про себя или я не готов делиться своим вы понимаете не нужно не нужно выкладывать все да не нужно показывать себя в купальниках на море если вам это не комфортно если комфортно то пожалуйста да то есть у вас может быть тематика такая это женский психолог который работает с темой как здорового образа и жизни жизни и похудения до или который параллельно занимается йогой пожалуйста на в купальнике на пляже может демонстрировать упражнения свои да но не не всем это или кто-то не хочет показывать своих детей или вообще свою семью кто-то наоборот показывает вот этот образ детский психолог это здорово когда он показывает и она своих детей да это вполне соответствует вот этому профессиональному профессиональной тематике да но хотя это вовсе не обязательно то есть вы сами выбираете что вы будете показывать в своей вот этой части личное это также собственно как и на терапии на иногда люди боятся что я не готов я не готов психологу психотерапевту рассказывать вообще все о себе да и пожалуйста не надо не надо рассказывать все да нужно рассказывать то что актуальны то что может помочь также вы потому что смотрите вообще есть вот это некоторая формула до личный бренд он состоит из двух составляющих до формулы первое это вы профессионалы вторая это вы личность то есть личный бренд это сочетание вот это гармонично и профессионала и личности как профессионал вы демонстрируете свою экспертность да она у вас тоже желательно проработанный внешне и внутренние внутренние это уверенность в своих знаниях не внешне это подтверждение на там дипломы принадлежности какие-то внутренне это уверенность в своей вот своем этом профессионализме и кстати внутренняя конечно важнее и главнее то есть то что вы профессионал это одна половина вашего бренда и это есть тот контент тот материал который вы даете вы вы пишете статьи и посты вы рассказываете там истории из практики даму как-то олицетворяете описываете какие-то там события профессиональные и еще какие то то все что связано с вашей профессии и то в чем собственно и есть польза от вас вот эта профессиональная и вторая часть это как раз личность это ваши смысл и это ваше мировоззрение это ваши какие-то особенности то есть вот эта та часть которую за которую которую боятся предъявлять данном на самом деле в этом ничего нет страшного это потому что просто ваш личный взгляд на мир ваше личное отношение к событиям к ситуациям к людям да то есть вы можете дать свой как общечеловеческий так и профессиональный взгляд на какую-то ситуацию событий вы можете описывать то что я это называю наблюдаю жизнь да вы можете все-таки психологи да они все-таки наблюдатели да и какие-то наблюдаем какие-то события которые происходят вокруг нас это все может быть идеи для постали для статьи да чтобы вы не наблюдали вы можете проанализировать это сделать какой-то вывод и интересно рассказать об этом людям да то есть это и есть ваше лично это необязательно да купальник трусы и и там и не знаю по дети животные как я на грядках хотя это тоже может быть да то есть лично это ваше отношение к жизни но вот это вот я на грядках это тоже вполне может быть потому что и людям интересно и это интересно собственные коллегам да то есть в соцсетях не только работа но и просто общение когда вы можете показывать цветы которые вы вырастили там у вас орхидея орхидеи зацвели или как вы огурцы там засаливаете или да что вы еще делаете я вот на выставке с собаками езжу и об этом периодически говорю да то есть вот личный бренд это такой человек в идеале такой замечательный гармоничный человек который хороший профессионал и как это интересная личность собственно все на это может было бы закончить да это основная формула которую вы можете запомнить что продвигаете вы не страницы соцсетях прости господи особенно не группы вконтакте продвигаете вы себя да и демонстрируете вы свои две части профессиональную что собственно хотят от вас люди и личную до чтобы они увидели какой вы человек сейчас я отвечу на вопрос а не мамченко у меня затык в том что писать о чем в последнее время так нащупал тему даже уже выстроилась структура статьи поста и вот села и тут бах попадается статья на эту тему да еще и написанная естественно лучше чем я задумывали практически моими как быть смотрите знаете они тут они да правильно то есть видите статью но понятно что просто внимание вас сфокусирована этой теме вам попадаются конечно статьи аналогичные ну что с этим прокатить практиковать до работать с этим потому что да есть некое бывает да какие-то там чувства и страха и там и не знаю и обиды зависти когда ты видишь у коллег что-то там да случается лучше или как нам кажется лучше и уже сейчас неуместно хотела я написать уже статья написана вы знаете целиком есть такое понятие но может быть во всем знакомо как он называется сейчас момент так вылетела из головы но смысл его в том что как раз профессионал да он и может сомневаться своем профессионализме может быть кто-то вспомнит да просто сейчас заклинило у меня то есть как раз человек который достаточно профессионал это вот про внутреннюю экспертность да возможно у вас есть внешне экспертность до вас есть образование там какие-то принадлежности участие в группах но не хватает вот этой внутренней экспертности не уверена в том что я имею право говорить об этом я имею право да писать и кто меня вообще будет слушать вот это как раз о том о чем сегодня наша тема как себя предъявлять и здесь как быть закрыть глаза писать эту свою статью вы понимаете продвижение сути это работа и не один раз и не два и не три самое основное здесь это регулярность да несмотря ни на что несмотря на критику несмотря на может быть даже игнорирование да вам что вам остается делать вам просто остается продолжать то вы пишете свои посты вы пишете свои статьи и это ведь не все так просто если вы продвигаетесь соцсетях у вас должен быть и контент план выстроен да у вас должно быть выстроена проработан фундамент то есть вот это вот понимание своей миссии и своего видения что на ближайшие как минимум три месяца то есть для чего вы пишете эту статью до хотите ли вы увеличить свою узнаваемость чтобы к вам люди приходили в реальный кабинета или на хотите ли вы сместить свою деятельность онлайн чтобы работать онлайн до или вести какие-то муха и какие-то мероприятия онлайн то есть это тоже все работают как раз сейчас марафоне мы этим занимаемся сегодня кстати друзья мои последний день когда можно присоединиться к марафону соцсети за 30 дней стоимость небольшая теста всего полторы тысячи рублей то есть вот это мы там разбираем вы можете еще успеть кому интересно да и а вот у меня затык в том что писать вот кстати здесь есть немножко пониже на этой же странице есть запись такого же прямом эфир по моему 1 или 2 и там как раз я рассказываю о том что писать психологу как писать когда и где да то есть там как раз про контент это возможно есть упражнение просто сейчас точно не помню да ну там есть ответ на ваш вопрос во первых там идея создания вот этого банка постов то есть банка идей до когда вы планируете свои посты и планируете эти идеи на то чтобы сейчас время не занимать вам рекомендую пониже посмотреть на этой же странице где вы находитесь да там есть записи эфиров и они в принципе называются там по названию видно да что писать психологу например соцсетях да или там контент создавать посмотреть то есть там более такая полная ответ так я плачу про профессионализм и про сомнений спасибо пожалуйста я знаю просто я еще прошла все это через себя профессионализм и про сомнения сейчас я просто как я заклинил друзья мои просто хочется вспомнить комплекс господи комплекс новичка посмотрите хорошо это прям такой хороший термин на на эту тему написано много статей когда именно профессионал в себе сомневается ладно если вспомню напишу в комментариях или может быть кто-то из вас помню так идем дальше до задача наша продвигать не какие-то там соцсети и не какие-то каналы судить ваша задача продвигать себя свое имя если у вас есть имя если у вас увеличивается узнаваемость дальше вы можете уже выбирать канал любой контакте youtube это совершенно неважно книгу ли вы пишете то есть вы становитесь узнаваемым это есть личный бренд который состоит из двух составляющих профессионализм и личность да потому что если вы только профессионализм до демонстрируйте есть такие аккаунты до личной страницы может быть увидели заходишь и там просто вот статья по статья по стучат не с чем ни с кем не разговаривает он просто пишет и пишет выписывает да нет контакта нет обратной связи от аудитории то есть это такая книжка только в соцсетях такая безответная нет никаких действий по продвижению или по какой-то по запросу обратной связи то есть нет 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 контакта нет движухи на странице человек пишет просто о своей теме а то есть если он детский психолог вот он валяет одинаковые разные посты но на эту тему как с детьми это что делать то есть хороший вроде бы материал да но сегодняшний день мы перегружены информацией и основной принцип взаимодействия вообще в соцсетях и продаж продвижение он называется от человека к человеку просто информация и она доступна везде и она никому не нужна любую информацию человек может зайти забить в поисковике и обнаружить как сделать там если у ребенка то да как помочь ребенку если у него это сегодня принцип от человека к человеку и общаемся мы и покупаем мы у людей а если есть два специалиста да ну у одного на странице просто вот информация информация информации которые везде а вторая страница это как раз личный бренд то есть там и профессионал он его видно да и он же человек который общается с людьми конечно люди больше пойдут к ко второму так так же как и вы все время я привожу этот пример нужен вам тут я там я не знаю кого можно да там стилист например или там я не знаю фотограф или вот то преподаватель по иностранному языку сейчас же иностранный язык замечательно можно изучать онлайн да и вот вы решили подкачать там язык или улучшить или изучать новый и вы ищете да то есть мы говорим о современных людях вы не идете в газету искать вы открываете интернет вы открываете соцсети и ищите преподавателя по у немецкому языку и вот вы уже несколько открыли страниц да и вы видите на одной странице какие-то перепосты и репосты какие-то таблицы как изучать язык ну вы пролистываете за то есть там нет ни диалогов нет не не каких-то на там отзывов нет никаких никакого общения под страницами с просто информация такая же информация как в гугле в яндексе она не живая и вы заходите на другую страницу где тоже преподаватель по немецкому но тоже есть таблички она каждая табличка она сопровождена то есть она сопровождается каким-то личным откликом дали каким-то личными советами кроме кроме там советов по изучению языка есть там фотографии из других стран да где вот этот язык человек изучает да там не за фотографии его семьи где они путешествуют там еще что-то общение взаимодействие вы видите что человек живой человек интересный и естественно хочется общаться с этим человеком да и потому личный бренд он привлекает людей что вполне понятно по принципу от человека к человеку и у личного бренда у этого вашего имени есть еще три таких характеристики они очень важны во первых личный бренд для чего вы его создаете если вы задумались об этом и если вы действительно хотите работать над этой темой то вам важно понимать что личный бренд это это процесс это не быстро да то есть это вы знакомите с собой людей да вы вы строите вот этот вот контент план да что вы пишете по профессиональной теме что вы готовы рассказывать о себе там что вы готовы о наблюдениях о жизни то есть это некий процесс он небыстрый да и для чего вам нужен этот личный бренд в первую очередь он должен помогать продавать вот как этот пример я привела с преподавателем по иностранному языку в человек личный бренд это просто профессионал это интересный человек дату личный бренд помогает ему продавать а потому что нам интереснее общаться с и покупать что-либо услугу или там за предметы какие-то у людей потому что информация перебор это сегодняшний принцип от человека к человеку вот из личный бренд он вам помогает продавать потому что если у вас есть доверие слушателей ваших читателей подписчиков если они видят читают ваши материалы имеют отклик у них они вам доверяют естественно они ваши потенциальные клиенты или хотя бы этом не знаю как ну верные читатели бренд может не может а он в первую очередь должен помогать продавать до второе то о чем говорила что мы ничего не придумываем да мы как раз ориентируемся на свои личные качества на то что мы хотим усилить на какой-то вот фундамент да и бренд он должен быть устойчивый он должен быть легкий вам должно быть хорошо то есть бренд от некое то что вы предъявляете себе то что люди видят а вот чтобы вам хотелось чтобы люди знали о вас чтобы они видели о вас да то есть это есть вот это картина имя флаг да или как это называется какая-то эмблема ваша то есть вам вашем личном бренде должно быть легко и должен быть такой истинный истинный про вас такой крепкий и третье тоже такая интересная характеристика бренд должен быть логичным предсказуемым информация и вообще все что происходит с личным брендом это должно быть как быть ожидаемым о чем я говорю когда вы его простраиваете выстраивать например вы то вы детский психолог до который любит фотографировать любит выращивать цветы до имеет двоих детей и ваши посты короткие эмоциональные и всегда сопровождены фотографиями допустим там детей вот 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 люди за вами наблюдают которым интересно вас читают общаются сами то есть они знают что вы такой на это уже какая-то предсказуемость это уже какая-то стабильность это логичность и если вы вдруг в один прекрасный день ни с того ни с сего выдадите какую-то злую политическую статью то есть ваши люди ваши подписчики они удивятся то есть некий у них тоже на конфликт они потому что приходили не на такого человека да есть другие специалисты у которых другой бренд они например активно там не говорят о политике то есть они демонстрируют какую-то психологическую дают информацию до экспертность свою профессиональную демонстрируют но у них еще вот такая фишка она включена в их бренд они постоянно обсуждают политику кстати у нас в фейсбуке есть один мой коллега замечательный да ладно не буду сейчас имя его называть но вот я сейчас просто вспомню реально это бренд он хороший коуч он прям такой сильный такой крепкий профессионал и он очень много пишет о политике пишет таким ярким вообще дерзким таким языком то есть вот это точно его бренд если он завтра напишет о том как хорошо вообще что есть на свете там розовые единороги и вообще давайте держаться за руки и позитив там мир во всем мире то это будет странно да то есть люди как бы мы не не за этим вас читаем нам это не интересно и это не говорит о том что вы должны подстраиваться под аудиторию потому что смотри пункт первый ой пункт пункт второй в вашем бренде вашем вот этом представлении вам должно быть легко и хорошо если вам не интересна политика вы о ней не пишите и читатели от вас не ожидают и вы может быть видели да если присутствуете в соцсетях периодически бывают такие какие-то холивары или какие-то там разборки под каких-то комментариях что все почему об этом пишите от вас отписываюсь да вообще все равно зачем мне говорите что меня отписывайтесь то есть вот это вот движение ваших подписчиков если вы делаете какой-то скачок грубо говоря в сторону да то происходит волна отписок но появляется волна других подписчиков то есть менять ваша стилевая аудитория да то есть если вы никогда не писали о животных вдруг вы написали что вы там не знаю не любите собак да то половина пишет фу я вас от вас такого не ожидала другая половина к вам пристраивается потому что они говорят о я тоже боюсь собак да и кстати не знаете способов чтобы справиться с этим страхом ну то есть это образно да это я говорю о том что бренд предсказуем и это не насилие над собой да что я буду писать только то чего от меня хотят слышать нет это как раз про то что вам комфортно если вы не пишете про политику да то люди от вас этого не ожидают а если вы пишете про политику да если вы такой как это злой психолог то люди от вас им интересно как раз это так идем дальше то есть от человека человеку почему это важно да я сказала и вот смотрите кроме этих составляющих профессионализм и личность да также не упустим такое понятие как имидж если мы говорим о соцсетях да то здесь это конечно оформление ваших аккаунтов ваших ваших страниц а потому что есть на вашу фотографию какое-то обрезанное лицо там в тумане или знаете из фотографии там с общей вечеринки где у вас на плече там чё-то чья-то рука вот так вот остатки каких-то частей других людей на вас болтаются то это вообще x фотография она никакая она никак не соответствует вообще процессу простраивание личного бренда то есть фотография на тоже должна быть хорошей она должна ну бы хотя бы подтверждать что вы профессионалы вы серьезно относитесь к своей деятельности соц сетях это ваша работа да и ваши страницы основная конечно проблема в том что на страницах много мусора мусором я однозначно называю всякие перепосты то есть вы хотите сохранить какую-то информацию из вы зачем-то заваливаете свои страницы чужими материалами какие-то перепосты какие-то там я не знаю вот эти вот дурацкие тесты какие-то совершенно левые картинки заходим мы на страницу такого на такую страницу специалиста да то есть мы там не то что личный бренд не можем найти мы там никакой пользы не можем найти потому что понимаете когда человек заходит к вам на страницу если он видит там ссылки даже если ваши ссылки ваши замечательные статьи то собственно никто не собирается быстро бежать по этим ссылкам потому что он говорил формации полно ссылка может привлечь человека если перед ссылкой есть ваши слова зачем ему переходить чем утратить время зачем уйти что-то читать что он там получит да то есть все это называется мусор как бы вам не казалось какой-то ценной информации никакой цены информации в этом нет так минутку сейчас ответ слушаю вас и уже идея созрела главное теперь когда сяду писать начать читать других вот кстати хорошая идея она да потому что точно если начнем читать других то мы заплачем залезем под стол потому что однозначно они написали лучше или уже написали уже все поздно все пропало да то здесь задача только одна сесть и писать вот как раз на своей на основной странице буквально на днях выложила пост он называется компетентность компетентность и там вот о том что когда сложно когда там и как-то руки опускаются все что можете делать это продолжать делать свое дело максимально хорошо да вам может быть вообще обидно вы можете теряться вам может я ничего вообще я полная бездарность у меня ничего не получится все что вы можете делать это слезами на глазах сесть и продолжать писать эту статью максимально хорошо то есть это не только вам говорю я говорю это вообще всем и даже себе да потому что естественно со мной это тоже бывает да особенно когда вы выбираете какую-то тему действительно фокус внимания попадают такие же темы оказывается что все уже написано и гениально вот то есть все что можно делать это просто написать эту записку поставить на на столе что продолжать делать свое дело все то есть если вы сфокусируетесь на вас на своем деле то как это успех гарантирован так идем дальше да мы говорим об имидже и имидж соцсетях он может быть представлен вашими аккаунтами это хорошая фотография это текст который соответствует вашему бренду вашего вашей вот этой вот личности да то есть ваш стиль письма ваше там фотографии или которые сопровождают ваши посты или наоборот их отсутствие вот это есть ваши изюминки да у кого-то это посты у кого-то короткий кого-то длинный у кого-то с политикой кого-то с котятами да у кого-то там вообще без ничего без картинку кого-то с определенной там цветовой гаммой даже это и есть стиль это тоже относится к личному бренду это имидж он включен он включается вплетается в личный бренд да и имиджу тоже очень важно посвятить внимание уделить внимание до фотографии хорошие посты и ну конечно на если вы только начинаете да то есть конечно здесь придется постараться да и фотографии должны быть все-таки если у вас нет там если не фотограф да или у вас нет там помощник фотограф но хотя бы из всех фотографий можно выбрать наиболее наименее кривые далее там наименее темные да и конечно не нужно пользоваться вот растиражированными фотографиями соцсетей это выглядит тоже очень пошло банально и некрасиво есть так называемые стоки бесплатных даже фотографий да где есть отдельные картинки отдельные фотографии не не сильно распространенные а если вы просто из поисковика берете картинки то они убогие на это некрасиво если вы простраиваете личный бренд вы должны посвятить своим соцсетям время это очень важно человек потенциальный клиент или потенциальный там не зачитатель ваш подписчик он заходит и ему должен быть приятно это как если он зашел к вам в дом или ваш личный кабинет что он там может увидеть какие-то обрывки газет чужих или какой-то стиль вашего дома или вашего кабинета то есть это важно есть конечно ну и сопровождать до фотографиями потому что наибольший отклик в соцсетях да и по постам имеют именно материалы с вашими личными фотографиями и это подтверждает принцип он собственно основанно на на этом принципе от человека к человеку а если пост сопровождает ваш личные фотографии отклик будет больше потому что люди видят реального человека да они могут общаться с ним напрямую и поэтому это интереснее это ну вы сами можете понять да то есть вам тоже интереснее было бы общаться с реальным человеком да и что еще хочу сказать конечно есть вы знаете есть такие личные бренды которые называются без лица да то есть уже раскручены там не знаю специалисты раскручены и профессионалы да и там какие-то активные очень люди которых которые не выкладывают своих личных фотографий да они выкладывают информацию и разбавляют ее еще чем-то но это есть тоже личный бренд да и он уже раскручен это так скажем уже ну как в высший пилотаж профессионализм кстати сейчас вспомнил одно время до был очень популярен как его зеланд с его чушь там писал то трансферфинг реальности и фотографии вот этого зеланда не было нигде пока не появилась одна вот эта его фотография где он там сидит в очках то есть никто не знал кто он да как он выглядит вообще где он там ничего о нем было не неизвестно но все его знали да в том же инстаграме есть примеру по партмаркет такой аккаунт не знаю известен вам или нет дело не в этом на то есть достаточно популярный аккаунт и и тематика как раз она помогает продвигать себя в инстаграм до дает полезный совет и очень известный такой с большим подписчикам аккаунт папа от маркет там у нее просто картинки рисованные картинки естественно это профессиональных художников рисует до аккаунт выглядит таким образом рисована картинка под ней надпись ну например там там я не знаю по теме как там посчитать там и захват поста к примеру да или какие там какие темы популярные в инстаграме там допустим сегодня ну неважно с картинки и и никто не видел вживую да то есть это та же фишка это тоже личный бренд хотя у нее есть параллельный аккаунт где как раз она по целиком о себе ну неважно это я вам привела пример того что личный бренд он может быть и без лица но это высший пилотаж если сейчас вы заинтересованы в продвижении своего имени да то к имени лучше прикладывать и фотографии и вообще те части те события вашей жизни которые вы готовы демонстрировать ну и напоследок у меня думал я в 40 минут уложусь но так как я сама опоздала из-за технических накладок да сейчас мы заканчиваем хочу дать задание просто которые вы можете выполнить для себя напомню что сегодня еще последний день когда можно присоединиться к нашему онлайн марафону эта группа для коллег для психологов называется на соцсети за 30 дней где мы в режиме марафона вот так вот каждый день выполняем определенные задания мы простраиваем и личный бренд и миссию да и целевую аудиторию и тему и еще помогаем друг другу продвигаться соцсетях до стоимость полторы тысячи рублей всего и с моим кураторством 4000 ссылку я дам под постом она будет в комментариях то есть вы можете присоединиться это реально интересно и полезно ну и сейчас дам вам задание вы можете их просто решить для себя потому что ну обратную связь я вам вряд ли дам но не могут быть полезны задание по именно пониманию вот этого простройки личного бренда если у вас эти задания наложиться на ту информацию которую я вам дала вы можете уже какое-то видение себе построить до хотя бы понимание что вам нужно делать ну и вот что я хочу сказать то есть первое вы можете прописать свои достижения за последние пять лет казалось бы очень простое упражнение да но почему-то не всеми им пользуются да или когда я даю их клиентам или коллегам на вот на мероприятиях да люди говорят что ну чё никаких особых у меня достижений не было да и в этом сложность потому что вы можете обесценивать свои какие-то достижения да а очень важно их себе присвоить то то что это сделали именно вы вы чего-то достигли вы что-то преодолели да может вы там забросили курить похудели начали писать до преодолели страх публичных выступлений там даже вот например соцсетях не обязательно там зал олимпийский да там я не знаю начали заниматься спортом или там начали там пить воду по утрам или там же то есть достижение ваши да там и родили ребенка может быть вот то есть это те достижения которые именно вы размышляв назначите достижением то есть это не достижение вы не должны сравнивать даст состом с общепланетарным масштабом достижений там не за других людей это ваши личные точки преодоления за последние пять лет пусть их будет 5 там тире 10 5 лет это много и сегодня 2017 год то то 5 лет назад это был 2012 год вспомните что вы тогда делали вам было на 5 лет меньше у вас на 5 лет меньше было ребенку ли у вас вообще не было никакого ребенка да вы может быть только начали учиться и только закончили или вообще еще даже ни то ни другое то есть прикиньте что пять лет это достаточно много и наверняка сто процентов вас достижений есть присвоить их себе проанализируйте и когда вы проанализируете прошедшие пять лет вам будет понятней что это за срок пять лет да и вы можете ну хотя бы примерно точечно что-то себе накидать в будущее на следующие пять лет через пять лет это будет 2022 год да да то есть это много в 2022 год вам будет на пять лет больше то есть сколько мне сейчас 45 не будет 50 мам дорогая до моей дочери сегодня 21 и будет 26 возможно у меня уже будут внуки да там я не знаю что еще там где-то я побываю там еще что-то то есть пять лет это много когда вы поймете что вы сделать за предыдущие пять лет да вам будет понятней что вы можете сделать за последую следующие пять лет да и вы поймете что если вы приложите усилия вы сможете этих достижений себе нанизить на бусики гораздо больше вот и это все про вашу ценность про ценность про про личностную который тоже включается в личный бренд то есть ваши достижения за пять лет то есть это то что среди этих достижений особое внимание уделите тому что называется история преодоления что вы реально преодолели что было для вас сложным что было чего боялись чего вы думали что никогда не сможете преодолеть опять же это ваш личная оценка очень субъективная для кого-то это восхождение на эверест на для кого-то это возможность там не за вставать в семь часов утра это очень лично это то лично ваша история преодоления да и вот мы с вами говорим о личном бренде я уже сказала да что это предъявление себя своего имени в мир и это обратная связь от мира который понимает кто вы что вы и себе вот продумайте да как-то пропишите слово символ или образ с которым вам хотелось бы чтобы ассоциировалась вы ассоциировались у мира да какой-то образ или это и реально есть какое-то слово может быть это слово исходит из вашей деятельности может быть это образ какой-то вашей псевдонима вот у меня везде написано сова да где вы видели сова и свои страницы я так назначаю хэштеги у меня сова везде у меня сова случайно так получилось когда я прорабатывал один из тренингов его название да так включил сова ведь это не просто там мудрая птица и все такое это здорово это еще просто мои инициалы сирота ольга владимировна сэ овэ да и сова очень так подходит и мы мне нравится я ее везде вставляю и уже ты сове несколько лет и люди мне часто говорят пишут присылают мне в личку там интересные картинки с совами да какие-то там мультики фотографии то есть у людей я ассоциируюсь с собой да люди пишут слушай я иду вижу там название сова я сразу вспомню про тебя то есть это здорово но это не основное да да потому что бы например профессионально сейчас я работаю над темой самооценки да и сейчас все мои на какие-то посты какие-то статьи материалы и тренинги они везде есть практически здесь слова самооценка на будущее тренинг самооценка миф да там исправляю самооценку где я пишу мне это для того чтобы самооценка ассоциировалась именно с моими сейчас программами то есть вам нужно сделать то же самое профессионально ли это будет личностное но какой-то образ символ или слова который вам хотелось бы чтобы по нему по этому как-то коду люди узнавали вас да сами вы пока можете это продумать потому что если вы это продумываете вы это можете демонстрирует и подумайте напишите какой один один единственный навык да вы сейчас вам следует о освоить будет ли это усиление прокачка каких-то ваших уже имеющихся там способностей как я говорила выше да или вы хотите освоить что-то новое то есть какой-то один один навык который вам дальше поможет в работе то есть если вы писатель вам нужно научиться писать каким-то особенным способом да если вы тренер там я не знаю вам нужно сейчас освоить какой-то комплекс упражнений которые вы будете с которыми будете работать а то что вам как конкретно одно конкретное не вообще мне нужно изучить английский язык да а вот в ближайшее время я хочу научиться понимать вообще там самую простую речь на бытовом уровне а то есть один какой-то навык вам нужно прокачать так ну и для того чтобы понять что такой личный бренд если это касается вас если вы хотите с этим работать понять вы можете посмотрев личные бренды других вот как раз аня то что сегодня вы говорили когда вы пишете статью да вы читаете статьи других и вам становится грустно это можно как раз делать таким хорошим упражнением это чтобы понять что такое личный бренд отправляйтесь на странице ваших коллег ваших конкурентов то есть тех кто тоже работает в вашей теме там нельзя вы детский психолог да найдите каких-то интересных там продвинутых востребованных детских психологов да и посмотрите что у них происходит там на их страницах какие у них статьи какие у них личные страницы на как они общаются с подписчиками как если у них там картинки кого у них стиль письма что еще кроме профессионализма они демонстрируют то есть если это личный бренд идите посмотрите на других что вам было понятно да это называется анализ конкурентов прямо есть такое задание да в онлайн бизнесе анализ конкурентка чтобы понять что вы например никогда не будете делать то вы видите что человек раскручен активный популярный он делает что то что вы не будете делать вам это не подходит или не нравится она есть что то что вы думаете о классно вот оказывается как это все выглядит со стороны вот оказывается что такой личный бренд то есть это тоже очень помогающие упражнение которое дает такую общую картину видения так друзья мои на этом я заканчиваю запись этого прямого эфира остается здесь же на странице там ниже есть прямые эфир их запись вот они я говорила есть про контент так и называется то что как где писать психологу в соцсетях предыдущий прямой эфир был про троллей про халявщиков в соцсетях до про критиков и что делать психологу в этом случае вот посмотрите эфир кому интересно на этой странице которая называется интернет для современного психолога все по теме именно гуманитариев в соцсетях так я уже говорила я как это работаю в соцсетях и как продвигаю в соцсетях помогаю в этом коллегам никаких сайтов никаких технических моментов сегодняшние соцсети они дают возможность делать все пожалуйста прямой эфир не нужно собирать какие-то вебинар не нужно делать воронки продаж я не нужно делать никакие сайты все есть соцсети они сегодня поддерживают инфо предприниматели всеми способами особенно фейсбук он максимально хорош вот посмотрите опять же приглашаю на марафон сегодня еще есть возможность сегодня мы только начали до сегодня есть возможность подключиться марафон соцсети за 30 дней то есть мы проходим все соцсети понимаем через простраивание миссии личного бренда через контент то есть все что положено чтобы понимать что делать соцсетях и как это делать грамм то есть можете присоединиться но в принципе сейчас этот марафон буду я запускать ежемесячно следующий будет где-то в середине сентября и на этой странице на которой вы находитесь пожалуйста подписывайтесь здесь тоже полезной информации для коллег психологов и не только и собственно для тех кто вообще работает с людьми онлайн это там понятно что коучи консультанты это могут быть стилисты фотографы и там астрологи и эзотерики все те кто так или иначе общается с клиентами люди которые ну клиента ориентированы личный бренд он в принципе он полезен всем не только психологом а как раз любому человеку который работает с клиентом тому же преподавателю иностранного языка репетитору то есть пожалуйста все примеры все советы которые полезны психологу для увеличения как узнаваемости в соц сетях для привлечения новых клиентов все эти советы они в принципе подходят любому клиент ориентированную специалисту друзья мои все болтать я ла 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 могу много на этом все с вами была я ольга сирота сова и автор курсов для психологов как современному психологу продвигаться в соц сетях а также сейчас тема психологическая у меня это самооценка что делать с самооценкой как ее разруливать и на самом деле о том что никакой самооценки не существует все друзья мои спасибо кто присутствовал спасибо кто смотрит в записи пока спасибо да вот девочки вижу вас спасибо за участие